Друзья называют его лучшим портретистом Омска. Он писал митрополита, он участвовал и выигрывал конкурсы, он активно работает на заказ, рисует портреты. Художник Сергей Прохоров. Но автор не является членом Союза художников России, а свою новую выставку разместил в Art Cafe. Выставку организовали в галерее кафе неспроста. Сергей Прохоров когда-то занимался здесь оформлением интерьера. «Гляжусь в тебя как в зеркало», – рассуждает, глядя на свой портрет Виктор Мужев. Коллега по профессии, друг по жизни. Он даже не знал, что Прохоров объявил фотоохоту. Совместный отдых на майских праздниках отражен в портрете. Порой в портрете узнаешь себе новые черты. Вот эта глубокая задумчивость. Скорее чаще всего видишь себя веселым, разным, забавным даже. А вот чтобы так глубоко проникнуть, я считаю, что это, ну, в общем-то, совпадает с внутренним состоянием. Восемь портретов, на которых художники, скульпторы, гончары. Друзья приходят на открытие выставки с подарками. Что может быть лучше для художника, чем подрамник для новых работ? Творит мастер почти дома. Вот в этой перестройке через гроздья рябины видно, что крыша небольшого кирпичного здания прозрачная. Так Сергей Прохоров решил проблему с естественным освещением. Места внутри немного, пока хватает, но расширяться художник планирует. Здесь он работает и днем, и ночью. Этой палитре уже больше 20 лет, и она, как и мольберт, сделана руками Прохорова. Главное удобство, что краски там не засыхают быстро. Полотна хранятся здесь же. Живопись Сергей Прохоров пишет с натуры, но все чаще, как и портреты с фотографии. Существует мнение, что если художник работает таким способом, он беспомощен. То есть проще срисовать. Все не так просто, рассказывает за чашкой кофе автор. Отношение к фотографии должно быть точно такое же, как и к натуре. Пожалуй, даже фотосессия или общение с человеком знакомым не дает такой возможности его ущучить, что ли, понять, как спокойно просматривание фотографий в мастерской. Я посмотрю их, потом вернусь к ним, снова посмотрю. И через какое-то время идея сама появляется. Не говоря уже о том, что там хорошо искать формат, композицию. Вообще это замечательно, потому что раньше мы вот так искали, вот так вот. Фотошопами Прохоров не пользуется, но свои работы охотно выкладывает в интернет. Это более современный способ показать себя и свои работы. Естественно, тем самым привлечь и новых заказчиков. Денис Уонос, Александр Филиппов, Антенна-7. Денис Уонос, Александр Филиппов, Антенна-8. Продолжение следует...